доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии во вторник 23 мая меня зовут наконец-то александр и сегодняшнюю торговую сессию в отсутствие артема деева как следующую неделю как и текущую неделю с вами проведу я давайте рассмотрим ключевые события которые за которыми сейчас следят трейдеры по всему миру в первую очередь конечно же это возможный дефолт который прогнозируется в америке и по словам министра финансов сша джан ерин точка x это 1 июня до 1 июня республиканцы-демократы должны согласовать дальнейшее повышение госдолга соответственно которые как раз таки и отсрочат точнее позволит сша избежать надвигающейся экономической возможной к какой-либо катастрофе что точно будет сейчас сказать сложно потому что в истории это будет первый прецедент когда это случится да мы с вами уже были свидетели на того как это происходило ранее но на тот момент времени на всем удалось договориться чтобы сейчас мы будем следить за этим очень внимательно давайте посмотрим что сейчас происходит на финансов рынке в преддверии этих событий в первую очередь конечно хочется посмотреть за тем как себя ведет индекс доллара на если мы с вами от рук откроем график мы увидим очень интересную картину на текущий момент времени индекс доллара находится восходящем тренде текущая отметка 103 20 и есть высокая вероятность с точки зрения технического анализа что цена и дальше будет расти на мой взгляд очень вероятно сценарий это рост до отметки 105 потому что это как правило будет именно очень сильно логичным продолжением вот сформировавшихся текущего восходящего тренда если мы с вами посмотрим на другие инструменты которые имеют сильную обратную корреляцию с индексом доллара это валютная пара евро доллар который на текущий момент времени находится на отметке 108 и на мой взгляд цена также будет продолжать движение в этом нисходящем тренде на по евро доллару ждем все дальнейшего снижения с отметки 108 до отметки 10750 сегодня очень много статистики из великобритании в первую очередь это индекс деловой активности секторе услуг индекс примере какой-либо важной значимые ценности эти события на текущий момент времени и несут по той причине что прогнозируемое значение очень близко к показателям предыдущего значения не как правило такие новости высокой волатильности на рынке не вызывают в 9.15 по времени gmt сегодня также выступление председателя банка англии бейли за его спичем будет интересно последить потому что мы еще с вами точно не понимаем как банк англии будет провозить свою дальнейшую монетарную политику мы с вами понимаем что для того чтобы экономики англии вылезти из текущих бед нужно повышать ставку и дальше но представители банка англии делают заявление о том что либо они будут повышать либо не будут они еще сами не определились поэтому какой-либо твердой позиции все-таки хочется от них услышать посмотрим что сегодня заявит бейли из других тоже важных событий сегодня в 12.00 и в 14.00 по времени gmt выйдет две статистики из из америки это число выданных разрешения на строительство жилья и продажи нового жилья из предыдущих статистик мы с вами видим что стать продажа нового жилья существенно сокращается по той причине что фрес активно повышает процентную ставку из-за повышения процентной ставки соответственно не так много желающих брать ипотечные кредиты по высокой ставки поэтому это новое сегодня может вызвать на рынках высокую волатильность из других тоже интересных событий которые есть на финансовом рынке следует отметить что s&p 500 на текущий момент времени в преддверии дефолта находится на отметке 4200 долларов если 500 на текущем отремя еще не пробило это значение но есть вероятность того что цена может попробовать преодолеть этот порог когда потому что очень сильно восходящий тренд есть высокого ряда того что действительно это на текущий момент времени может случиться мы с вами будем следить за этими событиями будем искать все возможности для хорошего входа в рынок на текущий момент времени на мой взгляд следует следить за индексом доллара за сильнейшими инструментами которые коррелируют нас индексом доллара это евро доллар тот же самый фунт доллар золото ну и соответственно давать еще рассмотрим индикатор fedwatch вот на текущий момент времени fedwatch на показывать что в июне в вероятность повышения процентной ставки еще на 0 25 процентов составляет всего 20 процентов на 80 процентов вероятность того что ставку оставить на текущем уровне она возле ставку оставить без изменений но совсем недавно вот вышло заявление с его джип и морган который заявил о том что банкам следует готовиться к возможному дальнейшему повышение процентных ставок что же это сильное заявление посмотрим как это действительно будет на финансовых рынках до этого осталось не так много времени вам желаю успешной торговли и всего наилучшего до завтра а